Чигырская пещера что делали, когда приходили на пещеру, что ели, как изготавливали орудия, что ели их жертвы охоты и так далее. И именно детальность исследований, которые позволяет проводить Чигырская пещера, благодаря тому, что сохранность органических материалов очень высока и делает Чигырскую пещеру столь важной с научной точки зрения и с точки зрения, скажем так, понимания древнейшей истории региона. Что мы можем сказать? Пришедшие неандертальцы с территории Европы практически не изменили свои жизнеобеспечивающие стратегии и адаптационные стратегии. Они перемещались примерно по тому же самому широтному поясу, в котором обитали на территории Центральной и Восточной Европы, охотились на тех же самых бизонов и лошадей. Придя на территорию Алтая, они заняли вполне определенную экологическую нишу, вот это, скажем так, низкогорье, которое примыкает к равнинам, и занимали места удобные для охоты во время миграционных переходов бизонов и лошадей, конечно же. Неандертальцы приходили на Чигырскую пещеру в конце летнего, начале осеннего сезона. Именно в этот период стада бизонов мигрировали с большой Алтайской равнины в предгорье для того, чтобы перезимовать. И стада бизонов в этот момент составляли как раз самки, неполовозрелые особи и самцы. Но при этом у самцов в этот период в конце гона мясо было не очень вкусным, и самцы были достаточно агрессивны. Поэтому самки с молодыми особями, со вкусным мясом, были идеальным объектом охоты для неандертальцев. Что мы, собственно говоря, и обнаружили в пещере. То есть у нас обнаруживаются кости исключительно самок и молодых особей. Мы провели некоторые анализы для определения пола по зубам, по зубной эмали. И все, что мы обнаружили для взрослых особей бизона, были самки. Что можно еще сказать? Пещера, которую мы исследуем, она являлась идеальным убежищем для неандертальцев. Мы нашли четыре молочных зуба неандертальцев, которые принадлежали детям, которые выпали естественным путем. И это означает, что неандертальцы, приходя туда, они приводили туда своих детей. То есть это было достаточно постоянное место обитания. То есть в течение, допустим, одной или нескольких недель, в течение одного сезона приводили туда детей, где дети теряли молочные зубы, соответственно. Это хорошее убежище. И это лагерь по разделке добычи. Туда приносили достаточно большие куски бизонов. Не полные, но достаточно большие. Что говорит о том, что лагеря по забою бизонов были где-то близко, скорее всего, в русле реки Черыш. Получается, то есть они приносили большие куски бизонов туда, там их разделывали. Параллельно изготовляли орудия. Орудия они изготовляли следующим образом. То есть длинные кости из тушь бизонов брались для того, чтобы изготовить ретушёры. Ретушёры – это костяные орудия для заточки каменных орудий. Прямо на пещере изготовлялись каменные орудия, которыми можно было пользоваться примерно полчаса либо час для разделки тушь. Потом они притупливались. И костяные ретушёры как раз из длинных костей бизонов чаще всего использовались для того, чтобы подновлять лезвие орудий. То есть лезвие орудий – это у нас большое количество скрёбел, большое количество остроконечников и бифсиальные, асимметричные ножи типа Клеузяйниша. У нас есть некоторые данные по поводу того, что неандертальцы уже могли использовать медицину. То есть у нас есть, предположительно, зуб, который сверлился. У нас есть костёр, который, по нашим предварительным исследованиям, использовался в качестве дымокура. И это, скажем так, не идёт в разрез с теми данными, которые мы получаем по исследованию неандертальцев из Европы. Нандертальцы наши были исключительно мясоедами. При этом в зубдом камня, который был исследован, также были обнаружены крахмалы растений. То есть незначительную долю всё-таки в их рационе составляли растения, которые могли быть в том числе и медицинскими. Неандертальцы практиковали, скажем так, контактную, охоту на близком расстоянии. То есть они не метали копьи и дротики, они их скорее втыкали непосредственно в бизонов, чем также обусловлен выбор добычи. То есть самку либо детёныша гораздо проще убить, чем половозрелого самца матёрого. Дротик втыкался в бизон, он мог также быть закреплён где-то. И таким образом в результате достаточно опасной охоты добывалось мясо. Мясо было не самой главной добычей, которая получалась. То есть неандертальцы точно обрабатывали шкуру, но важнее всего, скорее всего, был костный мозг. Костный мозг содержит определённые аминокислоты, которые позволяют избежать цинги. Костный мозг очень жирен, очень калориен и питателен, и костный мозг можно хранить дольше мяса. Соответственно, практически все кости, которые мы нашли на Чугарской пещере, они очень-очень сильно фрагментированы как раз для добычи костного мозга. У нас только 2% костей животных, которые определимы. И это объясняется тем, что неандертальцы добывали костный мозг прямо на пещере, и там же его и потребляли, собственно говоря. Скорее всего, определенную часть костей они могли уносить. То же самое касается и каменных орудий. То есть Чигырская пещера расположена в русле реки Черыш, и примерно 1-2% из галечного материала, который составляют засуринские ишмоиды. Это самое качественное сырье для среднего палеолита Алтая. Засуринские ишмоиды отбирались для изготовления наиболее сложных орудий. Это у нас асимметричные мифсиальные ножи и скребла и остроконечники. То есть очень высокое качество, достаточно сложно обнаружить такое сырье. Однако, если оно обнаруживалось, оно использовалось до последнего и переиспользовалось несколько раз. То есть о том, что у нас на пещере каменные орудия очень часто переоформлялись, говорит об обнаружении достаточно большого количества, примерно 20% специфичных сколов с бифасов и скребел, которые определяются в технологические цепочки как раз финальными этапами ретуширования или переоформления орудий. Сейчас мы можем уже говорить достаточно обоснованно о тех трудовых процессах, которые производились на Чуберской пещере. Что мы еще обнаружили? Основная декортикация блоков сырья производилась где-то в другом месте. То есть на пещеру приносились либо заготовки нуклеусов, либо уже достаточно большие сколы. В то время как бифасы, заготовки, сырье для бифасов приносилось в виде галек. То есть все первичные очепы, которые мы обнаружили по своим размерам и характеристикам соответствуют бифсиальному расщеплению. Что также говорит о достаточно сложных сырьевых и адаптационных стратегиях неандертальцев. В принципе, социальная структура, которая позволила исследовать вот те находки, у нас сейчас примерно 76 находок неандертальцев от разных особей, которых не менее 15, позволили исследовать социальную структуру неандертальского сообщества. Сейчас мы можем говорить о том, что неандертальцы жили достаточно маленькими группами, не более 60 человек в группе. И генетики, которые, применив свое генетическое волшебство, определили, что у нас среди наших костей присутствуют кости достаточно близких родственников. У нас есть кости от одних и тех же индивидов, три кости, допустим, от одного индивида, и есть кости от близких родственников, таких как папа и дочь, отец и дочь, и тетя и племянник. То есть мы можем говорить сейчас о том, что вот эти сотни тысяч камней и костей были накоплены достаточно непродолжительный период, и фактически на примере Чигырской пещеры мы имеем дело с однослойным памятником. Ближайшие родственники неандертальцев из пещеры Чигырской жили на пещере Окладниковой примерно тысячу лет спустя. Генетики из Института Макса Планка обнаружили очень близкое родство между этими популяциями, и мы обнаруживаем очень близкое сходство между индустриями пещер Чигырской и Окладниковой, которые составляют себе чехенский вариант среднего палеолита Алтая, который очень-очень сильно отличается от всего, что расположено вокруг.